В выборы генерального примара Кишинева вышли на финишную прямую. Совсем скоро станет известен победитель. Ну а пока аналитики и политологи пытаются давать свои прогнозы. Понятно, что все осторожничают, потому как исход голосования зависит от многих факторов, от той же явки, например. И все-таки, чего нам ждать 3 июня? У кого из кандидатов больше шансов? Возможны ли сюрпризы в ближайшие дни? Вот только некоторые вопросы, которые напрашиваются в этой связи. Ответы в ближайший час. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я представляю моих гостей, которые добрались сегодня до Полюса и будут отвечать. Я, по крайней мере, так надеюсь на мои вопросы. Это эксперты Ольга Гончарова, политолог Корнелию Чуря и Борис Шапабалов тоже политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте так, с самого начала. Как вам компания во втором туре? Вот. Многие говорили, что будет настолько жарко, что будут страсти огромные. Мы станем свидетелями этого всего. Ну, вот идет, как идет. Борис Андреевич, как вам? А у нас один кандидат бегает за другим кандидатом, хочет встретиться и хотя бы о чем-нибудь его спросить. О каких-то планах, о том, как он будет работать, если его случайно вдруг народ изберет примаром. По прогнозам и по всем остальным моментам, ну как, я, например, почему-то не сомневаюсь, что победа будет за Ионом Чабаном, потому что это будет как раз та изюминка, та неожиданность, которую ожидает Кишинев, потому что левые никогда не побеждали в муниципе Кишинева на местных выборах. И мне кажется, что на сегодняшний момент люди устали от этих девяти лет этого вот беспросветного правления, этого воровства, этого разбазаривания народного имущества, от того, во что превратили город Кишинев. И хочется уже какого-то элементарного порядка, чтобы пришел к управлению городом нормальный человек с образованием, профессионал и так далее. На мой взгляд, всем вот этим, ну скажем так, критериям соответствует по своим качествам только Ион Чабан, потому что он имеет соответствующее профильное образование. Он специалист по государственному униципальному управлению, причем с очень престижным российским и французским образованием, помимо того, что у него два кишиневских образования, да, он математик, специалист в информационных технологиях. Вот, он профессионал, потому что он работал замминистра, он возглавлял инвестиционные проекты, международные проекты в правительстве, то есть он умеет привлекать деньги, договариваться, скажем так, со спонсорами. У него есть команда, что это очень важно, и команда, ну, во-первых, у него 19 муниципальных советников, это та поддержка, которая есть, у него есть опора, он может положиться полностью на возможности партии социалистов в Республике Молдова, а они громадные, там много талантливых экономистов, у них есть программы развития. А вот если говорить о самой компании, вот она вас чем-то удивила? Да, она меня удивила, я думал, что Настасья, ну, извините, помимо того, что он себя позиционирует как политик, он еще, ну, извините, мужчина должен быть, да, то есть он не должен бегать от другого кандидата, а если он бросил перчатку, он пошел на выборы, а это и есть перчатка, он вызвал другого партнера на дуэль, он прошел во второй тур, ну, так будь добр, доказывай свою позицию, говори о том, как ты будешь развивать Кишинев, что ты будешь делать для кишиневцев, что ты ездишь в Румынию, жалуйся румынам, что вот тебя тут в Кишиневе не любят, что голоса избирателей в Бухаресте ищет, по-моему, он попутал примаром какого города он избирается и так далее, то есть должна быть позиция, должно быть видение развития этого города, должно быть отставивание своих программ, а так получается, Иоанн Чабан каждый день проводит дебаты, приглашает, он в пятницу вообще неудотичная ситуация была, да, Иоанн Чабан сам приехал на встречу, куда, кстати, вот как государственный административный ресурс используется, да, в притуре сектора Баюканы устроили во время рабочего дня, собрали по пять работников из детских садиков, приехал туда барин Настаси выступить перед ними, какой он хороший. Пришел Чабан и говорит, ну давайте, может, я что-то два слова скажу, ну все в курсе, что потом произошло, да. Вот это, наверное, тоже показатель отношения и к избирателям и так далее. И самое главное, вы знаете, вот в этой позиции, почему я хочу, чтобы вот победил Иоанн Чабан. Вот президент сказал, что они его целенаправленно готовят для управления городом Кишиневым. Он ушел добровольно из парламента, оставил депутатский мандат. Он три года опахал в муниципальном совете. И он, вот они разработали программу до 40-го года. Вот нам нужен вот такой примар, хозяин, который будет заниматься городом, а не будет заниматься демагогией, геополитикой и прочим вещами. Спасибо. Господин Чуря, вам как кампания вот эта неделя? Я соглашусь, что самая красочная из всей кампании, это вот это то, что называлось беготней. На самом деле господин Чабан, я думаю, хочет играть на поле противника, потому что, ну все понимают, что он более сведущ в проблемах администрирования города. Это его конек, в отличие от господина Анастасия, который является скорее трибуном, политически подкованным, но в меньшей степени менеджером, или совсем он никакой менеджер. Пока что у нас не было возможности убедиться в том или в обратном, в том или в ином. И поэтому, конечно же, вот этот момент пикантный. На самом деле я прекрасно понимаю, господин Анастас, он хочет избежать этих дискуссий. А почему, господин Анастас? Ну, я уже объяснял. Потому что он не готов... Он не готов, но у меня чего сказать. Спасибо. То есть он не готов вести дискуссию вот именно по городским проблемам? Или почему? Дело в том, кроме всего прочего, видите ли, все-таки с моей точки зрения, господин Анастас выступает как фаворит во втором туре. И, с моей точки зрения, у него больше ресурсов мобилизовать свой электорат. Все-таки Кишинев, плюс, конечно, включая и пригороды, он дает ему больший базис и основания для победы. И, будучи все-таки фаворитом, он, скорее всего, пытается избежать всяких там дискуссий, где он может, кстати, проиграть и потерять это преимущество. Поэтому он убегает от господина Чебама. И в этом, скажем так, смысл его стратегии. Тем не менее, все-таки, насколько я понимаю, должны состояться два дебата в конце этой избирательной гонки. Можно говорить напрямую, что это гонка. И посмотрим, если господин Анастас все-таки наберется куража и пойдет на эти дебаты. Я так понимаю, это будут телевизионные каналы, которые все больше симпатизируют ему. И, скорее всего, ведущие будут все-таки ему как-то помогать. Ну да, они в пятером набросятся на одного человека. Ну, я не думаю, что набросятся, но определенное преимущество... Мы не знаем, как это будет. Вот в этом они мастера, действительно, да. Ну, не думаю, что набросятся, но там Анастаса будет себя чувствовать более уверенно и, скорее всего, он пойдет на эти дебаты. Ну, посмотрим. Меня, например, больше волнует другое. Меня волнует, накажет ли избиратель за то, что избегает приходить на открытые какие-то такие, не знаю, поединки, что ли. Ольга Игоревна, все-таки вам предоставлю слово по поводу этой кампании. Как вам кажется, проявили себя кандидаты? Ну, если говорить о втором, прежде чем говорить о втором туре кампании, наверное, нужно сказать, что, собственно говоря, особой такой гонки в первой, в первом этапе кампании тоже не очень-то было. Оно как-то шло монотонно. Все думали, что победит Сильверану. Через билборды. В принципе, все как бы были уверены, действительно, что, ну, нет, не были уверены. Они утрируют, Ольга Игоревна, они, по-моему, такие утрируют, вы не ведитесь. Ну, тут утрируют, но я, если совершенно честно, очень жалею, что во второй тур не вышла Сильвораду. По очень многим вопросам. Касающийся еще и тем, что, ну, ладно, мы сейчас, человек не вышел и не вышел, чего говорить, да. Потом мы узнали, за кого вы голосовали. Продолжайте, пожалуйста. Абсолютно не факт. Можно симпатизировать, но еще не факт, что голосуешь. Потому что, кстати, показатель очень плохой по выборам. Те, кто вышел на голосование, в значительные разы меньше, чем те, которые не пришли на голосование. Это тоже говорит о том, что людям надоело. Они понимают, знаете как, любой хочет, чтобы его или его мнение ценили, или его использовали. Вот никто не хочет, чтобы его использовали. Уже настало такое время. Поэтому, если мы говорим о втором туре предвыборной гонки, ну, предвыборного движения, скажем так, а не предвыборной гонки, то она проходит, трудно не согласиться с господином Чури. И у господина Анастасия, я не могу сказать, что я симпатизирую одному кандидату или второму кандидату. Единственное, что я могу сказать, что господин Анастасия, так сказать, у него есть потенциал пригородов, но я бы очень хотела, чтобы люди вообще задумались. У господина Анастасия была прекрасная возможность год и два назад, когда люди шли за платформой, да, они выходили на площадь, они поддерживали это движение, и по миновению пальца можно было изменить, повернуть ситуацию очень сильно. Этого не было сделано, потому что все было срежиссировано. И вот когда люди выходят на выбор, они как-то даже немножко подумать. По большому счету, грубо говоря, и некрасивой фразой, Анастасия в свое время их кинул, просто-напросто. Относительно господина Чабана, у него тоже была очень хорошая возможность, работая в муниципальном совете, все-таки работает немножко не так, как работалось до сих пор. То, что творится в городе, это ужасно, потому что в городе по одной простой причине делается следующее. Город выжимают, как дойную корову. Ничего не создается нового, используются абсолютно старые ресурсы, включая канализацию и водоснабжение. Поэтому муниципальный совет работал отвратительно плохо. Но я не хочу сейчас сравнивать кандидатов какой-то. Я хочу сказать, что у каждого есть потенциал, но вот у господина Анастасии это потенциал, связанный с тем, что он хорошо говорит. Он очень хорошо говорит. И, к сожалению, то, что он говорил до сих пор, собственно говоря, то, что я сказала сама же, он очень сильно подвел большое количество людей, которые рассчитывали именно на платформу «Да». Кроме того, он, так сказать, переступил красную черту с моей точки зрения, когда речь шла о том, что давайте мы не будем в городе переходить и выходить на вопросы геополитического развития. Давайте мы уйдем от танков, от нетанков, от движения вперед или на восток, или на запад. И вот меня всегда поражает, когда наши псевдо-политики любого разлива выезжают вне страны и считают, что на этом заканчиваются средства массовой информации. И оно прекращается. И лично то, что я услышала, связанное с тем, что Кишинев должен стать просто частью провинцией соседнего государства, но меня это напрягло, скажу откровенно. А меня это напрягло, когда ведущий сказал, что если вдруг повезет Илон Чабан, то Кишиневу просто не станет на карте. Да, не станет, да. Ну, я, знаете, на этот вопрос давайте... У всех есть своё мнение, скажем так. Я на данный момент, если мы возьмём обоих кандидатов, обоих кандидатов, то, в общем-то, у каждого есть свои плюсы, у каждого есть свои минусы. Больше того, есть свой потенциал и есть свои избиратели. И я бы даже сказала, что использована часть ресурсов у Настаси больше, чем у Чабана. Потому что попасть во второй тур для Настаси, это был хороший основательный прыжок. Это должны были проголосовать. Чтобы он перегнал Сильву Раду, за которой, собственно говоря, была система, это нужно было, так сказать, сильно поработать его потенциальному электоратуру. Но мы должны тоже помнить о том, что те, кто голосовали в своё время за Киртуаку, они не испарились. Часть какая-то уехала, но они есть. И поэтому, как бы, с этой точки зрения, говорю, что есть потенциал у одного кандидата и другого кандидата. Но надо побороться. У меня, конечно, больше вопросов к кандидатам. Не знаю, поскольку не ходит на эти дебаты господин Настаси, то получается, что вопросы ему, которые мы хотели бы задать, мы не можем им задать. Ну, конечно. Ну, это то, что говорил господин Чурик. Он совершенно хитро уходит от этого, конечно. Один из вопросов, который волнует всех, это всё-таки, если вдруг господин Настаси станет генеральным примаром, но тут же выборы в парламент. Вот готов ли он сказать чётко? Так он сказал уже. Он, в принципе, увиливал. В той версии, в которой слышала я, он совершенно чётко, что я не пойду на парламентские выборы. Он пойдёт на парламентские выборы. Вот, вот я хочу услышать эту фразу. Он этого не говорит. Это один из вопросов. То есть люди не понимают, на год зачем тогда. Господин Чурик, вы как поняли его позицию? Ну, он, конечно, не отвечает напрямую. Сначала ответил, потом как-то завуалировал. Но, видите ли, тут нужно опять нюансировать, потому что господин Настаси всё же может участвовать в парламентских выборах, не нанося какой-то вред, скажем так, своему имиджу в Кишинёве. Так поступил в своё время господин Кирпако. Он был вторым в списке либеральной партии, участвовал в предыдущих парламентских выборах, потащил, всё-таки нужно сказать, что его рейтинг, скорее всего, был выше, чем рейтинг Гимпул. Партия попала в парламент. Он был проходным, он проходил в парламент, но он отказался от своего кресла депутата в пользу возвращения в должность примара. Также может, в принципе, поступить господин Настаси. То есть, его участие в парламентских выборах с самого начала не приведёт, скажем так, большой критики со стороны электората, потому что он будет говорить, что мы попадём в парламент, я приведу в парламент непарламентские партии, а потом я вернусь в мэрию. То есть, я просто так поучаствую. У него есть возможность для манёвров. И вы считаете, что электорат это поймёт? Если он вернётся в мэрию, то поймёт. Если останется в парламенте, то ему уже как бы по барабану, потому что будут новые выборы, там выберут нового мэра, и опять наказание вот за это, скорее всего, не последует, к сожалению, потому что, конечно, он напрямую не отвечает. Вы как поняли его позицию? Потому что, на самом деле, есть разная толка, а не Ольга Игоревна? Ну, позиция именно такая. Собственно, не тот солдат, который не хочет стать генералом. И, в принципе, парламентские выборы для многих, вернее, примарийские выборы могут быть трамплинчиком для того, чтобы попасть в парламент. И после этого решать очень многие вопросы лично для себя, для тех, кто есть в партии. Вот я, например, мне очень хочется посмотреть список, кто за господином Настаси, не 101, 30. 30 человек, да, 31, не 101. Мне вот просто интересно, кто за ним, кроме тех, кого мы видели на трибуне во время митинга. Вот и всё. Поэтому на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что у него есть команда специалистов, которая может хорошо поработать для города. Потому что, знаете, в принципе, выбирать примара на город, это, примара на год, это, конечно, контрпродуктивно. С другой стороны, настолько обнажены и понятны и ясны проблемы, что ничего не нужно выдумывать. Нужно просто начать работать без каких-либо заявлений, без геополитических векторов, а просто тупо работать по усовершенствованию кишечника. Сложно умна, что-то теория. Игорь, достаточно умна, да. Достаточно тупо уже работает. Просто умна. Да, уже умна работать. Уже по-другому. Для того, чтобы что-то сделать, по крайней мере, не что-то сделать для города, а не загубить уже то, что есть, и как-то немножко двинуться вперёд, для того, чтобы мы в этом городе просто жили, дышали, получали удовольствие от общения, не ломали ноги и пользовались хорошей водой. Вот как бы так. Поэтому его дальнейший шаг, действительно, он может быть таковым, какой сказал господин Чуря. Но мне кажется, отличие господина Анастасии от господина Киртуаки в том, что у того была партия. Реально. Реально была партия с вертикалью определённой власти. То есть было что толкать, так сказать. А здесь, мне кажется, что достаточно такая пустая тележка, наполненная воздухом. И, в общем-то... Я понимаю. Борис Андреевич, а давайте вот так, секундочку, давайте с вами поразмышляем просто очень практически. Давайте. Вот, ну, смотрите, выборы у нас парламентские, да, и господин Анастасии проходят по спискам. Что себе думает господин Анастасии? Он думает, он думает, он думает, он думает, еще неизвестно через год, выберут меня граждане Кишинева, значит, примаром. Совершенно неясный вопрос. А тут мне гарантировано, по крайней мере, значит, 4 года. Ну, это если мы его заподозрим, да, вот в таких вот вещах. Любила. Я уж не уверены. Мы не уверены, но мы прогнозируем. Я с вами абсолютно согласен. Ну, понимаете, вот с моей точки зрения, вот если вот смотреть на то, что делает Андрей Анастасий, это халиф на час, это временчик. Почему? Потому что, ну, вот у него есть эта политическая партия, два года она якобы действует и так далее. Ну, понимаете, насколько я понимаю весь этот расклад, который был перед выборами, главная задача Анастасии была выскочить. он опередил Санду, провозгласил, что вот я буду представлять правый оппозиционный сектор, да, то есть они не посоветовались, это тоже характеризует его как какого-то партнера. Я говорю, что это было не элегантно. О, да, ну, это она культурно сказала, не элегантно, а у нас в простонародье, говорит, кинул свою подругу политическую. Вот, и смотрите, он выскочил, но он выскочил для чего? Ясно, что он рассчитывал на третье место. Ясно, что все они были тоже уверены, что вот есть так называемая независимая Сильва Раду, кандидата демократической партии, она выйдет во второй тур, я займу почетное третье место, соответственно, потом с Майей Сандус могу поторговаться по парламентскому списку 50 на 50, и вот таким вот образом я себе решу вопрос внутри. Ну, да, тоже понятно. Внутри коалиции. То есть вот такой вот вопрос для своего будущего и для своих товарищей по партии. Но для них же весь это был шок, и это было понятно. Понедельник, вторник, там у Настаси было полное молчание, и вообще на правом фланге было полное молчание. Настаси вдруг вышел во второй тур, которым он абсолютно не готов, и он не планировал его. Вот в какую ситуацию они попали. Почему я говорю временщик? Ну, он как лидер партии, естественно, будет стремиться занять какое-то место, позицию в парламенте. Он будет рассчитывать, что они получат какую-то возможность там создать опять-таки коалицию, или их заставят создать коалицию, получить какой-то более весомый пост. Но учитывая его амбиции, он очень амбициозный человек, то есть он себе видит на уровне председателя парламента, на уровне председателя правительства, на уровне каком-то вот таком. А что ему мэр... Ну, его так не видят. Да, я тоже как-то... Система его так не видит. Ольга Игоревна, а кто-нибудь видел Канду председателем парламента? Это захотелось системой, это разные вещи. Нет, ну вот система та, которая будет, то, которую сложат посольцы Соединенных Штатов Америки, скажут, все так и будет. Так, хорошо. Теперь следующее. Представитель, более кратко, да? Нет, да, ну вот, ну посмотрите, по тому же, Настасья, я просто параллели провожу, да? Да, вот, то есть Чебан, он подготовленный к этой должности, он знает проблемы, у него есть программа, он на второй день вступает. Да, он четко говорит, я параллели баллотироваться не буду. и я никуда не собираюсь, и это нормально. И это для меня, как жителя города Кишинева, четко, ясно говорит. Кишиневец Чебан, жена, двое детей, он здесь родился, здесь живут его родители, это его родина, он здесь будет жить и пахать дальше на этот город, да? А Чебан, ой, а Анастасия, это попрыгушка, дом в Германии, семья в Германии, он примар в Кишиневе, партию нужно в парламент, о чем будет думать человек? Я поняла, спасибо. А у меня закладывается еще мысль, а не будет ли он, да, сомнение, а не будет ли он думать, а как бы финансировать свою избирательную кампанию, извините, а может за наш с вами Кишиневский счет и так далее. Я могу так думать или нет? Мы здесь все, у нас свобода не только слова, но свобода мысли говорят. Я не говорю. Господин Тюря, давайте, я продолжаю вот озвучивать то, как вот те вопросы, которые у меня остались, да, на которые пытаюсь получить ответы. Значит, мне непонятно, почему молчит Сильвия Раду. Вот, кстати, хозяин не сказал, что сказать. Ну почему? Человек, секунду, хозяин скажет, она скажет. Ну не надо прямо так. У всех есть казино. Человек, участвовал в выборах, да, он получил процент. Вот, Ольга Игоревна сказала, что она их даже симпатизирует, понимаете? То есть, после того, как ты не проходишь во второй тур, но ты же должен как бы объяснить своим избирателям, кого бы ты хотел видеть в роли приваганных. Она ничего не говорит. Почему? А она же не смеет, ничего не зависит. Господин Чуря, вот, Господин Чуря не смеется и неспроста, да. Ну я могу посмеяться, но дело в том, что, во-первых, она сформулировала свой месседж, и ее месседж говорит о том, что второй тур будет политизировано. Оба кандидата, которые попали во второй тур, они не будут следовать той главной идее, которую она выдвигала. То есть, это должен быть человек не от политики. И Чабан, при всем моем уважении к его менеджерским способностям, он часто думает о партии и, скорее всего, является партийным человеком, нежели менеджером. Тем более, Настасей, которая вообще к менеджерским способностям не имеет никаким... Господин Чуря, а теперь переведите то, что она сказала. Вот то, что вы сейчас говорите, это для электората. Вы как бы не должны понять? Не хотите голосовать? Нет, обращения как такового к избирателям не было. Но она выразила разочарование в некоторой степени тем результатом, который получен. И, в принципе, я так понимаю, по крайней мере, на сегодняшний момент, для нее большой разницы между одним политизированным кандидатом и другим политизированным кандидатом нет. И, в принципе, этот месседж можно принять. Теперь то, то, о чем говорил господин Шаповалов. Конечно же, определенной симпатии, скажем так, власти, системы по отношению к Сильвии Раду были. Теперь ситуация для них осложнилась. И они, я думаю, еще пребывают в некотором размышлении, как себя вести. Демократы, вы видите? У нас осталось 5 дней, а они все размышляют? Секундочку. Я не вижу в этом большую вопрос. Дальше, дайте закончить. Где третер сегодня демократ, ушел от либералов, проводится в рабочее время собрание, Настаси туда приходит. Что они еще думают? Они конкретно проводят лямки, которые входят в эту шайку-лейку, демократическую, он открыто призывает поддержать Настаси. Ну, это что? Ну, нету сейчас, с моей точки зрения, нету сейчас очень четкой позиции. Ну, конечно, Плохотюк не выйдет и скажет, блин, вот мы ругались, Настаси. Ну, перебивайте, господин Ашапалов. Я просто выслушиваю, мне удивляет вот эта уверенность. Я не видел позиции Демпартии, она не была озвучена. Некоторые предполагают, что вот ведутся такие закулисные игры, поэтому я выслушиваю внимательно господина Ашапалова, может быть, он что-то знает, он видел. Но претер, если вы говорите про Буйканского претера Немеренко, то он все-таки, насколько я знаю, может быть, он был либералом, насколько он член Демократической партии, я не знаю. И с моей точки зрения, я с ним общался. У тебя фонулировка хорошая. Я с ним общался, и он у него относительно, я общался относительно недавно, где-то 2-3 недели тому назад, и как мне показалось, он пока что держит такой баланс. Поэтому и нормально, и к нему обратились, один из двух главных кандидатов, он предоставил претур. Очень понятно, что не для всех это делается, но он предоставил для серьезного кандидата. Я думаю, если бы господин Чабан попросил бы эту платформу, ему бы тоже предоставили в претуре. Другое дело, что господин Чабан не нуждается, у него есть свои платформы. Поэтому это не является для меня доказательством того, что это Демпартия организовала в Буйканах это собрание. А что, Лянко? А либерал-демократическая партия? Вся эта связка демократов. Ну, а Лянко это все-таки иное. Что вроде как? Но, опять, вы мне привели этот пример. Хорошо, я могу с ним частично согласиться. С Лянко? Но, нет, я про Буйкан, я не знаю, что вы говорите про Лянко. Но Лянко открыто заявил, сказал, наша партия его поддерживает. Так это их дело. Но Лянко входит в правительство, демократы. Но он не является членом демократической партии. Он является частью, причем, скажем так, сателликспутником. Спутником правящей коалиции. Спутником правящей коалиции. Можно его к власти, в принципе, можно отнести. Но он может, у него, он более на правом фланге. Ну, хорошо, я не понимаю. Сейчас я видел материал, что якобы мэры пригородов, они поддерживают чуть ли не Чабана. И особенно те, которые являются членами демократической партии. Ну, некоторые города, вот с ним дебаты. То есть, есть такая, появилась эта информация сегодня на сайтах уже противоположной стороны. И как к этому относиться? А я пока что... А все отказываются, правда? То есть, и те говорят, что нас не поддерживают, и те говорят. Вы представляете, это уровень, как у нас модно говорить, токсичности. Карлелия, если люди вот раньше вообще радовались, поддерживают какая-то партия. А вот сейчас как-то все... Ну, я абсолютно уверен. Нет, не то, что я не могу быть уверен, но я подозреваю, что пока что та позиция, которая была высказана во вторник демократической партии, она сохраняется. Возможно, завтра она поменяется, кстати. Но в ту или иную сторону. Скорее всего, в сторону правых. Потому что для демократов это... Проевропейская позиция, она ближе. Просто они не доверяют Настасе, и можно их понять, почему они... Наверное, с полным основанием. Но давайте подождем завтрашнего дня. Хотя я не исключаю, что позиция демократов может конкретизироваться в четверг, в пятницу. И, кстати... и уже в аккурат к воскресенью... Это уже будет. В субботу будет поздно, но в пятницу, кстати, это еще может повлиять на исход выборов. Ольга Игоревна, интересная у нас ситуация какая. Видите, получается. Говорят, выборы не отличаются. А как отличаются? четко позицию, люди не говорят. А трудно сказать четкую позицию по одной простой причине, потому что на сегодняшний день политический эстеблишмент, он настолько коктейльно создан. Это такой вот замес правых, левых, средних, центристов и так далее. Люди, некоторые, уже забыли, кем они были в начале и до чего они доходят сейчас. Но я единственное могу сказать, что если мы посмотрим, скажем, на представителей гражданского общества вокруг господина президента, то там тоже есть представители демократической партии. И это не говорит о том, что это, так сказать... Это тоже гражданское общество. Ну, гражданское общество. Поэтому на сегодняшний день можно только догадываться, как бы, какую сторону, чью сторону займет демократическая партия. И абсолютное согласие, что кандидат Настась, лично человек, он не вызывает симпатии. Хотя, мое мнение, что он абсолютно подконтролен тоже системе, связанной, хотя бы с тем, равно, как и другой кандидат. Связанной с тем, что мы видим тот бизнес, который он представляет, он как бы продолжает работать, все проходит хорошо. то есть здесь вопрос такой, что на сегодняшний день политический истеблишмент это абсолютно замешанная такая каша, такой вот конгломерат, который совершенно непонятно, как выстрелить. Знаете, как каши, бульки. Ну, да, это вот если философствовать. А если на ситуацию взглянуть примитивно, вот абсолютно, да, есть у нас правящая партия, которая, которая, нет, вы знаете, когда вот говорят за того или за того, я считаю, что это примитивно, потому что здесь у вас особого нет. А примитивно в данном контексте и трезво не получается. Понимаете, у нас получается то, что получается. Людмила, 11 кругов в городе Кишиневе, сегодня идет борьба за них. Кто побеждает в Кишиневе, он получает большой задел на парламентские выборы. Поэтому, конечно же, демократы в глубокой задумчивости. Сегодня они потеряли сильву раду, на которую они рассчитывали. И они рассчитывали, что в административном плане они будут использовать муниципи Кишинева на полную катушку. Теперь получается, что Кишинев уходит или к социалистам, их конкретным противникам, да, то есть визави, или же уходит к неподконтрольному Настасе, которым управляют личные враги нашего кормчего Влада Георгиевича Плопотнюка, ЦОПы. И что получается? Действительно, там ситуация вот такая сложилась. Что лучше? Что предпочесть? Работают братья ЦОПов в Молдове. Ничего. Да, да. А это деньги, это бизнес, это не только политика. То есть у нас вполне может быть такая ситуация, что у нас четко они позицию свою не выразят, и электорат будет как-то... Может и так. Хотя я все-таки еще ожидаю, что она будет конкретизироваться. Да. А потом, но почему? Демократам все-таки ближе Настаси. Почему? Потому что у них всегда есть надежда через своих вашингтонских товарищей надавить на господина Настаси. На Майву Санду сто процентов его партнера можно надавить через посла Соединенных Штатов Америки и так далее. Мы же проамериканские, мы боремся с русской пропагандой, мы русский язык запретили, мы тут противотанковые рвы в дурлештах роем. Ну, вы же знаете, да, и как обычно заставят на парламентских выборах строиться в ряд, говорить, товарищ общий будет. Вообще, да, в принципе, как бы... Вот в чем проблема. Поэтому как-то выразить, да, потому что ни то, ни другое их не устраивает. Поняла. Но в большей степени, конечно, они склонны к Настасе. Почему? Потому что с ним они смогут договориться. А вот с Дадоном Щебаном нет. Вот мы не договорили по поводу появления Настасы все-таки на румынском телеканале. Мне интересно с точки зрения закона. Я ставлю там в стороне эмоциональную составляющую. Да, вот у нас же есть запрещающий, да, значит, закон, который запрещает поддерживать иностранцам, да, кандидатов. И вообще ассоциировать. Абсолютно точно. У нас как-то это прошло и как-то это тихо. Но одного из кандидатов вообще сняли в связи с этой поддержкой. Да, Вот мне интересно, а почему вот в этой ситуации как-то центральная избирательная комиссия что господин Настаси все-таки их кандидат в большей степени. Это одна зная. Я послушаю господина Чуря, да. Насколько мне известно, то есть появление в компании или пользоваться поддержкой иностранных политиков это является нарушением. Но понимаете, тут такая ситуация, кстати, мы это проходили и раньше, это не является настолько грубым нарушением, чтобы исключать кандидата из гонки. А раз так, то в принципе атака и начать действия против этого кандидата во время избирательной кампании, не снимая его, это может оказать воздействие на его кампанию в положительном смысле. И сделать ему авторитет перед парламентом. Поэтому, я думаю, здесь вот эта недоработка вообще законодательства, оно как нарушение присутствует, но лучше к этому не прибегать, потому что черт его знает, что из этого может получиться. Поэтому и не ведут никаких действий против господина Настаси, хотя он явно нарушил законодательство, но так как его снять нельзя, а другое нарушение скорее играет в его пользу. Поэтому, я думаю, из-за этого отказались. Мне грустно, я вообще за то, чтобы всегда как бы закон есть закон. А у нас и есть, вот нарушил. У нас, конечно, суд нарушает закон. Ольга Игоревна, как вы можете такое говорить? Они же выходят и говорят, что они исключительно по закону поступают. Абсолютно, потому что нарушение закона идет с головы. И вы говорите здесь. Здесь абсолютно господин Чуря прав, потому что даже сейчас начать эту кампанию в итоге останется один кандидат. Чем бы оно и что мы будем как дальше будем жить. А Настасье сделают лавры этого мученика, как в свое время Борис Ильинин. Ну, безобразие. Безобразие. Нет, просто я представила себе, чтобы так сделать другой кандидат, поехал в Москву, и вот и... Людмила, политическая несообразность стоит выше закона. Вот что приспорно. и как бы оно просто ушло. Я, понимаете, очень часто... Нет, на этих выборах патриарх ни с кем не встречалась. Согласна. Но здесь еще вопрос форма поддержки. Встреча. Или когда ты сидишь в аудитории и весь эфир говоришь о том, что, собственно, ты видишь тот город, в котором ты собираешься стать примаром, частью провинции другого государства. Тут вообще несколько законов, на мой взгляд, было нарушено. Ну, кто же это будет считать? Я так... Людмила, вот я и верю, я уже это поняла. у нас получается, что политическая целесообразность, да, одной конкретной партии сегодня перевешивают закон и все остальное. Ну, ненормально, не может быть так в правовом государстве, если мы тем более... А у нас в правовом государстве? Ну, мы же претендуем, что мы европейская и так далее. Да, по крайней мере, так... Как послушаешь Канду, Плохотнюка и Филиппа, мы в самом европейском государстве жили. Борис Андреевич, да, они такое говорят, ну, давайте не будем это повторять. Я понял, я вам что-то новое совершил, да? Интересно. Мобилизуйте, сейчас будет серьезный вопрос. Явка. Какой, в какой явке заинтересован каждый из кандидатов? Это важный вопрос. Я общался и с социалистами, кстати, они считают, что повышение явки это тоже в их пользу. Ну, и Настаса, естественно, надеясь на пригороды, тоже надеясь на то, что явка будет более высокая, причем значительно более высокая. Это обеспечит ему победу. Социалисты все-таки, с моей точки зрения, не добрали в первом туре. Нельзя говорить, что мобилизация была отменной. Все-таки они, где-то 92 тысячи людей, это намного меньше, чем голосов... Я думаю, даже чуть-чуть больше. И поэтому на референдуме было больше людей, чем голосовавших, их пользуют, чем сейчас. И поэтому, конечно, у них есть определенный резерв. Но этот резерв, с моей точки зрения, все-таки не сравним с резервом Настасы. Пригороды там явно не проголосовали, причем очень интересно будет посмотреть, как они будут себя вести сейчас. Ну и в самом Кишиневе. Поэтому все-таки я, как бы, настаиваю на этой версии, причем не только я, что повышение явки будет в пользу господина Настасы. Хотя опять, это важно, где именно. Если явка повышается в пригородах, то это без вопросов. Если в Кишиневе, в самом городе, то тогда тут возможны варианты. Борис Андреевич, На мой взгляд, Настасе на сегодняшний день, может претендовать на голоса унионистов. Поэтому он и помчался в Румынию. Я думаю, что он не только на телевидении был, а решал и какие-то другие вопросы о поддержке. Почему? Потому что, ну вот это вот те 9%, которые проголосовали за Кадряну и за Мунтиану. Он на эти голоса рассчитывает, поэтому вот эти все заигрывания с Румынией и так далее. Но здесь возникает другой вопрос. Когда что-то вливается в один сосуд, обязательно выливается из другого сосуда. Как отнесется к этому другая часть его электората, которая не связывает себя с унионистами? Как к этому будет относиться электорат, который голосовал за Сильвию Раду? Кстати, социалисты считают, что большая часть была именно их. Но я говорил, Корнел, я не знаю, как вы думаете, я говорил со многими аналитиками из разных наших секторов. Все склоняются к тому, что 10-12% из этих 17, которые голосовали, это 100% отойдут к Чибану, потому что это все-таки центристы и часть какого-то левого электората, который по какой-либо причине в первом туре за Чибана не проголосовал. А здесь уже становится принцип или-или. Есть, конечно же, другая версия, ряд социологов высказывается, что Чибан может еще получить 7-10 тысяч. Это где-то максимально. Но даже учитывая, что если Настасия все-таки мобилизует те 20 тысяч унионистского электората и Чибан добавит 10, то все равно Чибан с минимальным перевесом проходит, он побеждает. Но это все зависит от того, как выйдут люди. Сегодня все упирается в эту явку. Но мы анализировали выборы вот три этапа выборов предыдущих. Явка первый и второй тур. Всегда второй тур был больше. Тысяч на восемь, даже на сто. Здесь у многих большие сомнения. Говорят, ну 35, может на этом где-то и останется. Я говорила это в прошлом эфире. Но все равно посмотрим. Нет, и вы понимаете, наш избиратель еще разжаловал, не разжаловался, а это как это. Разочаровался. Разочаровался и расслабился. В каком плане? Зачем мне идти в первый тур голосовать, когда я сто процентов с 99-го года все выборы всегда два тура. Я приду на второй тур и уже проголосую. Сегодня я пожарю шашлык, полежу на солнышке. Теплая погода, хорошая. Вот за счет этого 3 июня я думаю, ну 35 нет, но десяток процентов. Опять должна быть очень хорошая мобилизация, потому что 3 июня это третий день отдыха как бы получается. И тут нужно настаться в первую очередь что-то придумать. А, там 1 июня тогда. Да, конечно, 1 июня, 2 июня. Придумать какую-то фишку, чтобы все-таки вытащить людей из шашлыков. Да, да, да. Шашлык это еще хорошо, а поехать на море это значительно хуже. Да, уже, да. Ольга Игорьевна, вам всего. Ну, что могу сказать. Здесь есть, конечно, такой нюанс, как тоже пресловутое геополитическое развитие. Если раньше можно было играть пониманием, понятием восточный вектор и западный вектор, и европейский вектор, то на сегодняшний день после многих событий, много того, что происходило в нашей стране, уже несколько трудно шельмовать эти понятия в том плане, что много произошло того, чего не должно было бы происходить при том, что ты выполняешь закон об ассоциации, договор об ассоциации и так далее и тому подобное. То есть... Вы сейчас к чему говорите? Вы не видите такой геополитики? Нет, я говорю о том, что если раньше четко было выступление вот мы голосуем за Киртоку, потому что он у нас совершенно прозападный, то на сегодняшний день я считаю, что есть... Я вас сейчас разочарую. Я не думаю, что это так сильно должно быть выражено. Ну, я тоже так думала, пока не прочла Майю Санду. Я единственное... Ну, Майю Санду. Давайте мы не будем читать Майю Санду. Нет, я не скажу себе в этом удовольствие, потому что, секунду, Ион Чебан, это режим, аналогичный Кремлю, когда люди должны припасть к руке президента страны, а дети, которые осмеливаются выходить на улицы и говорить, что они не хотят царя, и что Путин не царь, попадают в тюрьму. Ну, боже мой. Вы понимаете, я честно говоря, воспитанница фонда Сороса могла сказать, но Людмила, ну, что я ее цитировала? Давайте мы вообще не будем цитировать Майю Санду. Это вообще глупости в очень степени. Вы видите, я вообще соблюдаю. Давайте, знаете, женщины бывают разные, но я хочу сказать другое. Я согласен, сто процентов. Так что, в принципе, есть одна опасность, вернее, опасности много, капканов много, но есть опасность в том, что вот те, кто голосовали за госпожу Раду, в принципе, они могут не по традиционно, а вот давайте мы все-таки пойдем за Чабану, а не пойдем за Анастасия. Они могут не пойти ни за Чабану, ни за Анастасию, а просто-напросто сказать, да, пошли вы все, потому что уже надоело, потому что год, потому что почему нельзя было оставить временно исполняющего обязанности за год до выборов, почему нужно было начинать от оконитиль, для того, чтобы украсть очередную партию денег. Вот и все. Вот поэтому Санду и хочет опять перевести все в геополитику. Опять вот Путин, Царь, Кремль, да при чем же все это? Я рада, что вы с этим согласились. Я вас умоляю. Я обещала отпустить Корделю Ачуреву пораньше. Спасибо за то, что пришли. И вопрос вдоконку. Все-таки кто победит? Будете говорить? Все-таки рискнусь сделать свой прогноз. Мы замерли. Чисто так, исходя из того, что я говорил и раньше, я считаю, мне кажется, что больше шансов у Настаса. Хотя я не думаю, что это лучший выбор. Спасибо. Отпускаем. Спасибо за то, что принимали участие. Мы с вами продолжаем. Уже не будем говорить про мою санду. Ольга Игоревна, у вас что-то женское к ней прямо. Давайте дальше. Значит, мы начали говорить о том, что парад непременно повлияет на парламентский. И ход этой кампании. Конечно. И результат. Давайте начнем с этого, потому что это очень важно. Давайте, Ольга Игоревна, первая. Ну, конечно же, влияние на парламентские выборы не очевидно, потому что, собственно, говоря, борьба, предпарламентская агитация, она уже началась. И уже началась не сегодня, и даже не вчера, скажем так. То есть, партии уже движутся в сторону парламента. Кто возьмет Кишинев? С одной стороны, это всегда был вопрос. Кто владеет Кишиневым, владеет миром. Ну, по крайней мере, республикой. Мне кажется, что на сегодняшний день все-таки это тоже не совсем так, потому что мы прекрасно понимаем, что даже если Настасия попадает в кресло мэра, в любом случае он не та сильная политическая фигура, которая может оказать на ход парламентских выборов. и откровенно говоря, то, что сказал Борис Андреевич, Настасия растерялся, попав во второй тур. Попав в кресло мэра, он растеряется еще больше. Я в данном случае не провожу агитацию за господина Чабана. У меня есть к нему вопросы, я сказала того, то, как работал муниципальный совет. Но, в то же время, кресло мэра, в любом случае, короля делает свитер. Это раз. То есть, кто начнет работать в премарии, это очень большой вопрос, учитывая то количество спецов, которые в команде Анастасия. А кроме того, в любом случае, полно. Это кавычки. Все понимают. Гелемели. Это не зайчики. Это все, знаете, язык жестов, которые понимают все. А в то же время, постоянно, это будет постоянное противодействие муниципальному совету. То есть, это будет ровно год войны. Больше того, это будет год войны, даже не потому, что не совпадают политические взгляды. А это год войны, потому что Анастасия не знает, что делать с Кишиневым. Крики «Мы будем бороться с режимом» это не крики примара. Примар не должен бороться с режимом. Примар должен работать. Во-первых, он должен, знаете, давайте будем так, не режим, а система, скажем так. Действительно, создана вертикаль, система, в которой работаем и мы сегодня все живем. Но бороться с ней, это даже не витряные мельницы. И вообще лозунги примара «Я хочу работать», а не «Я буду бороться». Это совершенно другие призывы. И если ты четко знаешь, что ты должен делать, как ты должен развивать Кишинев, и что нужно сделать, чтобы приостановить вот этот деструджер, этот развал, то тогда и муниципальный совет должен, хошь-не хошь, повернуться к тебе лицом. А на данный момент этого совершенно нет. И я практически уверена, что попав, даже, как вот сказал господин Чуря, что он все-таки считает, что больше потенциал у Настасии, попав в кресло мэра, для него это не будет тем прекрасным трамплином, который даст ему возможность на белом коне въехать в парламент и получить там свои большие дивиденды. Благодарю, у вас очень развернутый ответ. Борис Андреевич. Ну, давайте сначала два слова по Настасии, чтобы поставить на нем точку уже, а потом о парламентских выборах. Крест, да, можно и так. Вот смотрите, ну, допустим, он побеждает 3 июня. Значит, смотрите, своей команды у него нет. Назначать претеров, назначать своих заместителей, начальников управления, приводить, значит, новых каких-то людей. Есть аппарат при Марии и 5 притур, это 1100 чиновников, которые здесь сидели, воспитанные либералами 9 лет, а некоторые еще и еще советские. Мы уже почистила госпожа Сильвара. Они все вернулись, и Молдаван на своем месте, и этот... Ну, многие вернулись. Все вернулись. Причем даже через суд. Она так их чистила, для того, чтобы их восстановить. Нет, через суд я знаю, что такое возвращаться. У нас система такая. Ольга Игоревна, лицемерие в большей степени было почистить так, чтобы они вернулись. Последний господин Дандюк вернулся. Да, все вернулись. И теперь вот посмотрите, значит, как они на это будут реагировать. Теперь посмотрите, зачем Настасе это нужно вообще. Значит, правительственная команда его поддерживать не будет. Он же оппозиционер против них. А президентская команда его тоже поддерживать не будет. В муниципальном совете у него нет ни своей фракции, никого. На кого он может опереться? На муниципальный совет нет, на своих чиновников нет. Своего кадрового персонала нет. Он сам себя загоняет в этот угол. Я не знаю, зачем он ему нужен. Он просто все-таки наивный где-то политик, с моей точки зрения. Пафосный какой-то вот такой. Начитался книжек. Красиво говорит и так далее. А теперь по выборам. Вот смотрите, что происходит. Демократы сами себя загнали в угол. А они хотели по округам выборы. Но они вообще хотели одномандатную систему. Но хорошо, что социалисты переломили это, перебили. И в конце концов добились. Ладно, если не одно, то хоть 50% эти, 50% партии, 50% одномандатные округа. Что показали эти выборы? Бельцы и Кишинев, два самых крупных города, отвергли понятие независимое. Люди поняли, кто такая та же Майя Санду. Поэтому она и не прошла. Теперь вот это, я не говорю про те села, где победили там примары-демократы, в четырех селах и в одном ШОР, вице-председатель Марина Таубер. Здесь, сегодня по республике, особенно в городах, пойдет тенденция, что любой кандидат, который будет выставляться на парламентских выборах как независимый, априори будет под знаком вопроса. От кого ты независимый? Кто за тобой стоит? А расскажи нам свою биографию. Откуда ты деньги взял, независимый на предвыборную кампанию и так далее и тому подобное? Они попали сегодня после этих выборов в очень сложное положение. Понимаете? Поэтому те кандидаты, которые будут идти от партии социалистов, от партии демократов, от партии либералов, все остальное, избирателю будет понятно, кто он такой и как ему голосовать. А независимый сегодня, это как Сильвия Раду, большой вопрос, типа независимая, всем понятно какая. И два раза Гагаузия уже научила всех, что такое независимый. Плюс, смотрите, что получается, в конкретном маленьком селе люди знают друг друга. И вот этот округ, который будет в каком-то конкретном районе, они будут голосовать по другому принципу. Но это мы не говорим про Сильвия сейчас. Поэтому здесь опасно то, что опять будет вот эта политическая коррупция после выборов и будут кого-то перекупать. Вот в этом, чтобы мы к этому не скатились. Я могу вам сейчас дать по минуте, потому что у нас уже время практически вышло. Конечно, меня интересуют ваши прогнозы. Если прямо нет желания говорить, ну, ответьте, как ответьте. Ольга Игоревна. Ну, знаете как, где-то 50 на 50. Вот так. Абсолютно. Я считаю, что потенциал есть и там, и там. Печально, не печально, но потенциал есть и там, и там. И вот посередине я говорю, что меня лично очень волнует тот процент, который голосовал за Сильву Раду, потому что это достаточно большое количество по процентному отношению. И как бы, чтобы это не стопорнулось и чтобы оно не остановилось вот так же в этом состоянии. Потому что все-таки конкретно голосовали за нее, не глядя во всю агитацию, что она представляла партию и так далее. Что хотелось бы пожелать еще? Если все-таки в финал выйдет господин Чабану, то хотелось бы пожелать, вы знаете, меня насторожила, я не феминистка, но когда у нас был конгресс, как-то называлось, форум национальных меньшинств, господин президент выступал и сказал, что что-то по поводу женщин и потом говорит, ну вот как говорит госпожа Гречанная, Зинаида Петровна, во власти не должно быть много женщин. Вот это меня очень насторожило, потому что в принципе достаточно много умных, толковых, действительно, я не знаю, что конкретно имела в виду на это. Петровна, я думаю, это она как бы может отреться. Это сказал господин президент. Нет, он говорит госпожа Гречанная, поэтому здесь это первое источник. Я единственное, что могу сказать, что и один, и другой кандидат должны работать, хотя, как я говорю, что у меня нету симпатиз... Я не могу сказать, что я очень симпатизирую одному и очень не симпатизирую другому, но господин Настаси после своих выступлений, беготни и заезда, невозможности встречи с конкретно кандидатом, но в то же время время нашлось поехать в Румынию и заявить о том, что мы можем быть частью соседнего государства, конечно, он у трезво мыслящих людей должен вызвать, по крайней мере, настороженность и знак вопроса. Ты говоришь о евроинтеграции или ты говоришь о том, что твое государство, твой город просто исчезнет? Спасибо огромное. Борис Андреевич, уложитесь, пожалуйста, в это время. Мы уже вышли. Я понял. Я вот что хочу сказать. У нас предстоит очень четкий, конкретный, простой выбор. Или мы выбираем 3 июня профессионала, образованного, грамотного специалиста, коренного жителя города Кишинева, который намерен, у него, во всяком случае, программа до 2040 года развития этого города, да, который намерен навести порядок, смести вот эту всю коррупционную систему, которую выстроили либералы. Или мы 3 июня избираем временщика, которому наплевать на город Кишинев, который к этой должности не готов, который, ну, вот, ну, абсолютно зачем мне простому жителю города Кишинева такой примар? Конечно же, я не скрываю своих симпатий. Я голосовал в первом туре за Иона Чебана, я, естественно, буду во втором туре голосовать за него, вот, потому что я ему доверяю как профессионалу, я ему доверяю вообще как человеку, очень порядочному, очень грамотному и надежному человеку. И здесь есть еще один момент. Да, я, как профессионал, прекрасно понимаю все эти расклады, цифры, проценты и так далее. Но я, опять-таки, как профессионал, с полной ответственностью за свои слова, говорю, что, дорогие наши избиратели, у нас сегодня есть уникальный, единственный шанс за все время вот нашего постдемократического существования, чтобы в городе Кишиневе победил профессионал, чтобы победил представитель левых взглядов, который будет думать о социальном обеспечении, о простых людях. Поэтому все зависит от того, как мы организованно выйдем на выборы. Вот это главная задача. На самом деле, очень многое зависит от того, как каждый Кишинев и какое решение примет для себя. Ждать осталось недолго. Могу только сказать нашим телезрителям, что наш телеканал в 22 часа выйдет в прямой эфир и вместе с вами, уважаемые телезрители, мы будем подводить итоги наконец-то выборов генерального примара, окончательные итоги города Кишинев. Спасибо за то, что пришли. и отвечали на мои вопросы. Мне кажется, беседа получилась. Спасибо. Вы смотрели программу Полюс. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова